Ну и мы пригласили Сакена Жексыбаева к нам в студию, казахстанский дизайнер, фэйшн-продюсер. Добрый вечер, Сакен. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли к нам. Ну, мы только что видели, как вы высказывались в сюжете нашему алматинскому корреспонденту. Ну вот давайте остановимся подробнее. 124 миллиона тенге хотят потратить на три дня форума по креативной экономике. Ну вот я так подсчитала, 124 миллиона тенге это примерно 300 тысяч долларов. Сумма такая, я скажу, совсем маленькая. Да. Ну, у вас вот как у предпринимателя с опытом, который много лет развивал сам свой бренд в креативном секторе тоже. Какие мысли на этот счет? Оправданы ли такие вливания из бюджета государства? Вы знаете, я, честно говоря, когда прочитал эту новость в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, о том, что будет потрачено 124 миллиона тенге на проведение форума, двухдневного форума в Алматы, кажется, то я сильно удивился, поскольку это очень большая сумма, это бюджетные деньги. И мне кажется, на эту сумму можно ее как-то более разумно, более правильно, более адресно потратить. И эта сумма принесет очень хорошие дивенденды, если мы ее направим на поддержку талантливых ребят, которые работают на передовой креативной индустрии. Но вы сами вот много лет уже развиваетесь на этом рынке самостоятельно. За вот эти годы вы когда-нибудь получали поддержку от государства? И какую? Вот, моей линии одежды, которую создаю на территории нашей страны... Ваш бренд довольно успешный. Да, довольно очень успешный бренд. В этом году моему бренду 10 лет. Я его создал 14 декабря 2011 года, как раз накануне Дня Независимости. И вот на протяжении 10 лет я никогда не получал поддержку от государства. То есть я пытался как-то обращаться, но всегда были какие-то препоны, были какие-то препятствия. И я не... Потом... У меня уже не было желания обращаться в государственные программы по поддержке предпринимательства или по поддержке молодых там... Но вы хотите сказать, что ни разу не обращались? Я обращался, но никогда не получал. Никогда. Да. И у меня была такая еще одна надежда в свое время, когда... В свое время Ельбасы, когда выступал в Актюбинске перед поездкой в Азербайджан, Ельбасы тогда говорил по поводу патриотизма и по поводу программы Made in Kazakhstan. Помните была такая программа, что вот Made in Kazakhstan, что все должны носить, чиновники, одежду Made in Kazakhstan, что нужно продвигать, что... До сих пор эта идея актуальна. Да, до сих пор это... Но я и тогда надеялся, что вот сейчас обратятся к казахстанским дизайнерам, к казахстанским ребятам, которые работают в области развития текстильной промышленности. Но все осталось на словах, и я, насколько знаю, я сейчас даже знаю ребят, которые делают неделю моды в Казахстане, и то она проходит без поддержки государства. Надо сказать по-честному, что ранее креативная экономика и вообще развитие вот в этом направлении не считалось перспективным сектором, согласитесь, Сакен? Ну, сегодня вы уже входите в разные, вы говорили сегодня вот в сюжете, в советы по креативной экономике. Как вы туда попали? Ну, во-первых, когда государство обратило на этот очень мощный и прогрессивный сектор экономики как креативная индустрия, я сам написал ребятам и предложил свои услуги, поскольку у меня есть очень хороший большой опыт. Я путешествую по миру, я вижу такие правильные кейсы, например, в Америке, на Украине, в Турции, в Гонконге, и сказал ребятам, ребят, я хотел бы на таких, на добровольных началах помочь и рассказать о том, что можно сделать, применимая мировой опыт по развитию креативной индустрии, например, на территории города Алматы. То есть мне сложнее, конечно, в Нур-Султане, поскольку я здесь не живу, но мне было бы проще сделать этот проект, например, на территории города Алматы. Кто еще входит в эти советы? Ну, в основном ребята, кто задействован, я так понимаю, там есть и люди, кто работает, там есть и ремесленники, есть и художники, есть кто занимается кустарным производством. Я вообще был удивлен, когда там в команде находятся ребята, которые делают мероприятия для государственных структур, которые глобально не связаны с креативом, или люди, которые занимаются сдачей музыкального или светового оборудования. Я не знаю, каким боком они входят в этот совет, как креативные люди. А в таком случае, как много там чиновников? Ну, я, вы знаете, честно говоря, уже не отслеживаю эту статистику, сколько там чиновников, сколько креативных людей, но в последнее время я даже не вникаю в этот WhatsApp-рассылку, где касается вопросов креативной индустрии. Ну, бесспорно, что доля креативной экономики сегодня в мире растет, и это перспективное на сегодняшний день направление. Но вот вопрос, как лучше развивать его. Вот сложилось впечатление, что в понимании наших чиновников, чем больше вот таких мероприятий, громких форумов мы проведем, чем больше обозначимся по этой теме, тем это будет успешнее. Но чего хочет бизнес? Спрашивают ли конкретно у предпринимателей? Как видите вы, как надо развиваться вот сегодня у нас? Вы знаете, я еще раз повторюсь и, наверное, скажу, что креативную индустрию придумали не мы. Она есть, была и будет. И есть многие экономики мира, которые на этом зарабатывают большие и огромнейшие деньги. Возьмем экономику Франции. Самый богатейший человек Франции тоже сделал очень много на креативе, на люксе, на моде, на дизайне, на современном искусстве. Таких кейсов очень много. И я, к примеру, всегда привожу очень качественный и продуктивный кейс. Это PMQ District в Гонконге, где на территории одного бывшего старого комбината собраны, наверное, десятки самых талантливых и ярких и перспективных людей. И где мэрия Гонконга видит в этих ребятах талант и перспективу. И тем самым спонсирует, вливает какие-то деньги, дает первоначальный материнский капитал, чтобы эти ребята, их качественный гонконгский продукт стал в мире, ну, во-первых, востребованным, продаваемым и коммерчески успешным продуктом. И поэтому я всегда, когда говорю и проговариваю, говорю, не нужно создавать нашу историю, там, казахстанской модели креативной индустрии. Есть уже правильный кейс. Его просто нужно адаптировать на территорию нашей страны. И все. И не нужно тратить миллионы денег на разработку какой-то новой концепции, новой программы. Просто нужно собрать талантливых ребят. К примеру, если талантливый дизайнер подает надежды, можно его просто повезти на выставку в Милан и в Париж. И показать там. Я тоже изучала опыт других стран. Например, не такая далекая от нас Украина. Там, как делается, берутся какие-то заброшенные здания, которые находятся на балансе у государства, ремонтируются за малые средства. И уже по льготной цене сдаются в аренду вот этим всем креативщикам. И называются это креативные хабы. Ну, а уже потом в дальнейшем нужно искать каких-то частных инвесторов, потому что все-таки, мне кажется, креативная экономика, она в большей степени развивается за счет частных инвестиций. Ну, и там сводить уже бизнес-идеи и частных инвесторов. Вот как вы согласны с моей идеей? Нет, эта идея, она абсолютно работает везде. И в том числе и у нас? И у нас. Она здорово бы работала, поскольку тогда бы люди, которые имеют огромный финансовый потенциал и видят в человеке какие-то глобальные возможности для развития его будущего бизнеса или совместного бизнеса, он приходил бы в инкубатор, находил бы человека талантливого дизайнера, художника, я не знаю, айтишника, да, и вкладывал бы в него деньги. И не нужно его искать по всей стране. Они бы собирались в одном конкретном месте, в Нур-Султане или в Алматы. Ну, я думаю, что проблема сегодня возникла еще и потому, что у народа пропало доверие к громким и большим государственным проектам, когда вливаются большие деньги в никуда. Вот вы правильно сегодня сказали, что проще и эффективно оказывать какую-то точечную поддержку. Ну, вот мы, наверное, сегодня сбили на столку еще успехи наших соотечественников за границей в области музыки, в разговорном жанре, в кино. Которые успешны без каких-либо глобальных государственных вливаний. Да, я абсолютно с вами согласна. Но вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что у творческого человека все равно должен присутствовать какой-то стержень, харизма. И только благодаря этому он продержится в рыночных отношениях. И никакие государственные поддержки с денежными вливаниями ему не помогут. Ну да, поскольку, вы знаете, на рынке креативной мысли конкуренция очень-очень-очень бешеная. И если ты сегодня креативный, но завтра ты нет, какие бы деньги ни вливали с тебя, ты не можешь создать крутой, качественный коммерческий продукт, который будет востребован во всем мире. Поэтому креатив, он идет и развивается сам по себе, независимо от каких-либо вливаний. Можно, конечно, вложить миллионы долларов, но при этом продукт получится некреативным. И это будет просто пустая трата денег и времени. Кто-нибудь обращался уже за поддержкой вашей советы по креативной экономике? Ну, в основном обращаются молодые ребята, которые хотят, в частности, в моем направлении бизнеса, в развитии фэшн-индустрии. Ко мне обращается очень много талантливых ребят, которые возвращаются в Казахстан после учебы в Марангоне или Лондона или Нью-Йорка. И я стараюсь давать какие-то определенные советы и говорить, вам нужно обратиться сюда. Сейчас много хороших каких-то государственных проектов и программ по поддержке молодых и талантливых. И как работают? Честно говоря, я не отслеживал, но ребята как-то в большей степени склоняются все-таки делать карьеру извне, за территорией нашей страны. А вы вообще видите в них какой-то потенциал в плане бизнеса? Ну, вы знаете, сейчас очень много талантливой, одаренной молодежи, которая говорит о том, что молодежь, которая сейчас есть на территории нашей страны, живет, учится, работает, конечно, я вижу бешеный потенциал. Поэтому я сильно за это переживаю. Ну, вопрос немножко не по теме, но мне все-таки интересно узнать, вот, относительно вашего бизнеса. Ну, в условиях пандемии у вас были какие-то проблемы или вы все-таки убежались на планах? Конечно, начиная с, когда велся локдаун с марта 2020 года, с 19 марта, мы, конечно, очень, был вопрос не только заработать, да, там, был вопрос только сохранить компанию, сохранить людей, сохранить тех людей, талантливых людей, которые работают с тобой на протяжении 16 лет. Это, конечно, был вопрос жизни. Никто не думал о какой-то финансовой выгоде, финансовой доходности бизнеса. Я думал только о том, чтобы сохранить свою компанию. Ну, и в итоге разговора давайте все-таки обозначимся, я хочу услышать от вас. Нужны ли все-таки государственные вливания, какие-то поддержки и какая конкретно? Я думаю, что программа поддержки талантливых, действительно талантливых и креативных людей, она должна быть. Но она должна быть правильной, адресной, красивой, точечной, да, и тогда мы увидим плоды. Но государство не должно сильно вливаться и влиять на развитие, вот, на развитие креатива внутри этих талантливой молодежи. Тогда просто получится, это какой-то будет симбиоз не креатива, это будет какой-то симбиоз государственных финансовых структур и менее талантливой, одаренной молодежи. Ну, я с вами согласна, сегодня вообще не самые лучшие времена в нашей экономике. Люди, можно сказать, выживают, зарплаты и пенсии, в отличие от цен на продукты только, не растут точнее. И при этом у людей мало доверия к вливаниям со стороны государства в проекты, у которых сомнительное будущее. Спасибо, у нас в студии был казахстанский дизайнер, фэйшн-продюсер Сакхен Жаксибаев. Спасибо. Но при этом...